Анемия Нормальным уровнем считается показатели гемоглобина у женщин выше 120, 120 и выше, у мужчин 130 и выше. По степени снижения уровня гемоглобина различают три степени тяжести анемии. Легкая степень, средняя степень тяжести и тяжелая степень анемии. По содержанию гемоглобина в эритроцитах бывают гипохромная, нормохромная и гиперхромная анемии. По среднему объему эритроцитов различают микроцитарные маленькие клетки, нормоциты и гиперцитарная анемия. Все это нужно знать для того, чтобы определить и провести дифференциальную диагностику анемии, вычислить причину, давность развития этой анемии и принять решение о терапии анемии. Микроцитарные анемии, в основе которых практически всегда лежит дефицит железа, встречаются наиболее часто. И все специальности врачебные с ними так или иначе на протяжении своей деятельности сталкиваются. Железодефицитная анемия и анемия хронических заболеваний – наиболее весомые анемии в структуре. Гораздо реже встречаются талосемии и гемоглобинопатии. Основной причиной нормоцитарной анемии является острая кровопотеря, а также довольно часто встречаются онкологи или гематологи с нормоцитарными анемиями при снижении эритропоэза при заболеваниях костного мозга. С макроцитарной анемией мы тоже сталкиваемся, и на слайде представлены варианты такой анемии, но в меньшей степени, чем железодефицитная и анемия при хронических заболеваниях. Так выглядит структура анемии в популяции по нозологиям – 37% железодефицитная и 27% анемии при хронических заболеваниях. Это касается не только онкологических больных, но и при любых других нозологиях. Здесь представлено исследование, это 2004 год, распространенность среди онкологических заболеваний по разным видам поражения онкологии. Причины анемии у онкологических больных – их в основном три. Дефицит железа в результате недостаточного поступления в организм или снижение всасывания железа, плюс кровотечение, развившееся либо на поздних стадиях заболевания, либо в процессе лечения. Подавление гемопоэза тоже при распространении основного заболевания, а также при получении лекарственной терапии. Ну и гемолизы, с которыми мы тоже иногда сталкиваемся, тоже на фоне лечения или прогрессирования основного заболевания. Патогенез анемии у онкологических больных связан как непосредственно с влиянием опухоли на эритроциты, так и с осложнениями во время лечения или развития онкологического заболевания. Опухолевая клетка может уменьшать непосредственно жизнь эритроциту, вызывать дисэритропоэс или эритрофагоцитоз, который приводит к снижению количества клеток. А также опухолевая клетка влияет на активацию иммунной системы, которая в свою очередь тоже влияет на эритроциты на клетки и на их созревание в костном мозге. Нельзя забывать и о таком регуляторе обмена железа в организме, как гипцидин. Это белок, который вырабатывается в печени в норме, и он участвует в транспорте железа и при избытке сыворотовичного железа в сыворотке крови гипцидин блокирует транспорт железа к эритроцитам в костном мозге и ингибирует выход железа из макрофагов. Но помимо уровня железа в сыворотке, на гипцидин еще влияют гипоксия, которая при опухолевых заболеваниях довольно часто встречается, и воспаление. То есть пациенты, которые, в общем-то, не имеют опухолевой интоксикации, но длительно получают лечение, лежат в септическом блоке по поводу вторичных инфекционных поражений, они практически все страдают анемией хронического воспаления. Клиническая значимость анемии достаточно высока, отрицательно влияет на качество жизни изначально онкологических больных, отрицательно влияет на продолжительность жизни у таких пациентов, которые получают и химиотерапевтическое лечение, и влияют на качество жизни и продолжительность после оперативного лечения, а также эритроциты тоже должны присутствовать у пациентов в достаточном количестве, которые получают противоопухолевое лечение. Переоперационная анемия увеличивает потребность в гемотрансфузиях. Вот здесь приведен пример, как анемия связана до операции с увеличением риска переливаний и с увеличением риска смерти после операции. Что же делать с анемией? На самом деле вариантов у нас достаточно. Мы можем прекратить воздействие провоцирующего фактора, если это возможно, восполнить дефицит. И также у нас есть заместительная трансфузионная терапия. Консервативная терапия, конечно, предпочтительнее, если у нас есть время и если у пациента, сам пациент настроен на лечение. И для этого нужны ряд стечений обстоятельств, и медицинские работники должны быть настроены. Для перорального применения, вот при лечении железодефицитной анемии, у нас достаточно много препаратов. Это доступно, это не требует постоянного наблюдения медицинского персонала, однако у пациентов с опухолевыми заболеваниями эта терапия будет занимать достаточно большое время и не всегда будет эффективна. Для парантерального введения, это, конечно, чуть дороже, чем пероральный прием, зато это быстро поднимает уровень железа и уровень гемоглобина в крови, и достаточно эффективно, но требует участия медперсонала. То есть пациент должен попасть в какие-то заботливые руки врача, медсестры, которые быстро помогут восстановить уровень железа. Выбор препаратов лечения достаточно приличный. У нас в стране есть национально-онкологическая программа, которая предусматривает лечение консервативно-аномических больных. И довольно длительное время уже у нас вводится в стране понятие менеджмента крови пациента или по-русски кровевосбережения, которое состоит из трех компонентов. И вот наш самый важный, наверное, и главный компонент, с которого надо начать первый, это оптимизация количества эритроцитов пациента до начала лечения. Основная проблема первого компонента – это на каком этапе и когда выявлена анемия. У нас зачастую бывает так, что пациенты с онкологическим заболеванием сначала обращаются к врачу из-за симптомов анемии, и это является первым маркером того, что у пациента есть онкологическое заболевание. И сейчас мы стремимся к тому, чтобы реализовать этот первый компонент. Но проблемы остаются. Это отсутствие маркеризации пациентов с анемией на догоспитальном этапе. У нас очень большая страна, у нас довольно распространенная проблема с анемиями изначально и анемиями онкологических больных, и когда к нам попадает пациент в наш центр, он не всегда проходит вот этот подготовительный этап на амбулаторном периоде. Коррекцию анемии на амбулаторном периоде тоже нужно проводить грамотно, где провести заместительную коррекцию, не всегда железодефицит у пациента выраженный. Ну и пациент, попадающий в научно-исследовательский медицинский центр, он попадает уже с диагнозом. И его период до операции или до начала специализированного лечения очень-очень небольшой. Один, два, максимум три дня. Но в идеале, конечно, если у пациента есть 4-6 недель для того, чтобы подготовиться к операции, если пациент попадает в такой медицинский центр, где на амбулаторном этапе его могут подготовить, то, конечно, консервативный метод лечения, он наиболее выгоден и экономически, и для пациента более оправдан. И вот несмотря на то, что я трансфузиолог, я занимаюсь заготовкой донорской крови и обеспечением, я все-таки должна сказать, что риски при переливании крови, они достаточно высокие на сегодняшний день. На данном слайде показаны вот самые такие опасные и часто встречаемые проблемы. Из них я бы выявила бы, наверное, три самых частых и опасных. Что касается тяжелой бактериальной инфекции, такой риск есть. Но на сегодняшний день при соответствующем контроле качества гемокомпонентов он практически стремится к нулю. Передача вирусов. Здесь, например, ВИЧ. Но нужно сказать, что гемокомпоненты сейчас до передачи в клинику проходят двойной контроль. И заразить ВИЧ гепатитом В, С или сифилисом крайне сложно пациенту. Однако есть другие гемотрансмиссивные инфекции, на которые донорская кровь не обследуется. Их тоже нельзя забывать на них. Негативное влияние на иммунную систему. Да, есть такой термин «залитые пациенты», которые не могут долго восстановить свой гемопоэс, потому что чаще всего это у пациентов с оптического блока, которые очень долго выходят из этого состояния и долго не могут начать восстанавливаться самостоятельно после многочисленных массивных трансфузий. Неправильное переливание крови. Это, наверное, самый опасный компонент, самый большой риск, потому что очень много в трансфузии участников. И довольно рисковая процедура. Чем больше действий, тем больше возможностей ошибок. И трансфузионные реакции чаще всего это нелетальные ошибки, но мы зачастую даже соблюдая все правила и инструкции не можем этого избежать, потому что пациенты все-таки могут реагировать на чужеродную ткань. Переливание компонентов сродни пересадке органов ткани. И нужно понимать, что эритроциты, которые мы переливаем, выполняют протезную функцию. Они не участвуют в дальнейшем синтезе, скорее подавляют его. И основную причину, конечно, не лечат. Для того, чтобы назначить гемокомпоненты для лечения, нужно понимать, на какие критерии операции, где они прописаны. У нас из новых документов в 2020 году вышли клинические рекомендации, наимея при злокачественных новообразованиях. И там, конечно, больше представлены анемии, которые касаются именно железодефицита и анемии при хронических заболеваниях. Часто спрашивают, и наши врачи до сих пор, мы спорим, и коллеги из других учреждений, какой же все-таки уровень гемоглобина должен быть, чтобы назначить 100% трансфузию. Так вот, ни в одном из документов нормативных на сегодняшний день четких критериев нет. Всегда имеется ссылка и под гемоглобином 70, 75, 80, ссылка на то, что пациенту предстоит и как он себя при этом чувствует. Здесь приведен пример назначения трансфузии для детей при хроническом заболевании. Есть пункт про консервативное лечение, и здесь гемоглобин ниже 70. Также у нас есть приказы, которые утверждают порядок оказания медицинской помощи по трансфузиологии, но там нет ни слова про назначение гемотрансфузионной терапии. Вернее, там есть ссылка о том, что врач, назначающий терапию, должен ориентироваться на стандарты, инструкции и клинические рекомендации. У нас есть приказ, который утверждает правила медицинского обследования рецепиента, как переливать кровь, но опять же нет никакой ссылки на уровень гемоглобина, которые должны быть у пациентов на определенных этапах лечения. У нас есть правила использования компонентов донорской крови, однако они тоже не дают ответа на вопрос, какой должен быть гемоглобин. Что же нам делать? У нас есть замечательный приказ, который нам вменяет в обязанность разрабатывать собственные документы нормативные внутри учреждения. Для нас это стандарт операционной процедуры, порядок действий медицинского персонала при трансфузии компонентов донорской крови. Мы разработали, можно сказать, договорились, что у нас есть некие маркеры уровня гематокрита и гемоглобина, и есть определенные инструкции, порядок действий в случае выявления анемии у пациента и прогноза, что мы будем делать с ним дальше. На что мы ориентировались, когда создавали эти СОПы? У нас есть прекрасные правила переливания крови Российской ассоциации трансфузиологов. Ими очень многие пользуются. У нас есть клинические рекомендации при массивной кровопотере. У нас есть клинические рекомендации акушеров-гинекологов при массивной кровопотере. И в принципе они все очень похожи. Но опять же, уровень гемоглобина от 70 до 90 варьируется. Поэтому вы каждый раз, принимая решение, должны понимать, что вы принимаете решение для конкретного пациента и с конкретной целью. Из года в год у нас регулярно производятся трансфузии. Вот это отделение, представленное по нозологиям, и как часто мы переливаем кровь. Конечно, это зависит от тех методов, которые используют наши хирурги. Собственно говоря, от тех пациентов, которых наши хирурги лечат. У нас уникальные операции проводятся, широкомасштабные пациенты. Достаточно много с исходной анемией. Поэтому переливаем мы достаточно много. Но, проводя анализ перелитых гемокомпонентов, еще взяла данные доковидные, потому что в этом году немножко будут они отличаться. Наиболее частые трансфузии связаны именно с исходным уровнем гемоглобина 75 до 90. И эти пациенты получают по одной-две дозы в основном именно из-за того, что исходный гемоглобин был ниже 100. Как же организована у нас трансфузиологическая помощь? В трансфузиологии участвуют несколько специалистов. Это лечащий врач, который назначает трансфузию. Врач-трансфузиолог, который ее согласовывает и обеспечивает. Это медицинская сестра, которая осуществляет трансфузию, наблюдает за пациентом. И если это планово, то все достаточно размеренно и достаточно удобно. Если это интероперационно, добавляется еще дежурный по операционной. Во время дежурного врача это тот же состав, дежурный врач, трансфузиолог, как правило, удаленно и медицинская сестра. Что касается ответственности при назначении и переливании. Довольно болезненный вопрос для многих коллег. В операционной, если это плановая операция, анестезиолог-реаниматолог отвечает за все то, что вводится в вену пациенту. И он отвечает за показания к трансфузии. Здесь и оценка состояния, записи пикриза и контроль вводимых в пациента растворов в трансфузионных средах. Врач-трансфузиолог или дежурный по операционной, как правило, врач планово назначенный, он отвечает за организацию доставки компонентов крови, их подготовки, за обязательное исследование, то есть обеспечение безопасности этих компонентов перед переливанием. Биологическую пробу он проводит, естественно, совместно с анестезиологом-реаниматологом, потому что за состоянием следит монитор анестезиолога-реаниматолога. Зачем же нужен врач-трансфузиолог? Он появился с приказом 1170, там прямым текстом описано, что каждая трансфузия должна быть согласована. И это, наверное, хорошо, потому что ответственность распределяется на двух врачей, на врача, назначающего трансфузию, и врач-трансфузиолог, в общем-то, подготавливает гемокомпоненты, выбирает наилучший вариант для пациента и наиболее безопасный вариант. Про массивную кровопотерю очень много часто говорим. Когда мы об этом просто говорим, и это написано в клинических рекомендациях, то выглядит все поэтапно. На самом деле острая массивная кровопотеря – это очень быстрый нервный процесс. И определиться с тем, сколько и чего нужно, нужно очень быстро, и очень быстро подготовить. Анестезиолог, реаниматолог, или еще на этапе до доставки в операционную, врач, который отвечает в это время за пациента, звонит в отделение переливания и говорит, пациент такой-то, кровопотеря примерно такая-то, продолжающаяся, едем в операционную. И расчет производится, в общем-то, автоматически. Мы должны понимать, что у нас во время кровотечения гемоглобин должен оставаться хотя бы 70 и немножко выше. Для этого мы будем считать, что одна доза перелитых эритроцитов повышает на 10 единиц гемоглобин. А для пациентов, которые весят 90 килограмм и выше, эту дозу надо увеличить на 2. И мы не стремимся во время массивной кровопотери восполнить объем циркулирующих эритроцитов до нормы или до какой-то границы 100 и выше гемоглобина. И в первую очередь мы переливаем плазму. Для терапии острой массивной кровопотери, кроме эритроцитов и плазмы, обязательно нужно использовать еще и криопрецепитат, и тромбоконцентрат. Дело в том, что если бы мы использовали свежую теплую цельную кровь, то все эти компоненты находятся в готовности, и все компоненты для замещения присутствуют, работают очень хорошо, но на сегодняшний день цельную кровь не используют. А использовать ее теплой, тем более, практически невозможно. Поэтому не нужно забывать про такие компоненты, как криопрецепитат, источник фибриногена, и тромбоциты, которые являются субстратом тромбообразования. Осложнение трансфузионной терапии – это, пожалуй, то, что нас останавливает в плане лечения консервативно, в плане лечения хронических анемий, потому что мы знаем, что, в принципе, у нас всегда внезапно может случиться реакция или осложнение. На сегодняшний день у нас новый приказ по осложнениям трансфузионной терапии и порядке предоставления сведений. И там выделены виды реакции осложнений вот в такие – объемная перегрузка, острое повреждение легких, дышка, аллергические реакции, посттрансфузионная гипотензия и фибрильно-негемолитическая реакция, красным выделено то, что, в принципе, реально и довольно часто можете встречать при трансфузии. Но не самое страшное. Самое страшное – это острый иммунный гемолиз при переливании несовместимых гемокомпонентов и посттрансфузионная болезнь – трансплантат против хозяина, которая практически всегда летальна была, хотя в последнее время наши гематологи, которые занимаются аллогенной трансплантацией костных клеток, костного мозга, они умеют с этим справляться и знают, что вводить, в какие дни. И от РТПХ у нас летальных исходов, насколько я помню, в последнее время не было. Хочу привести несколько клинических случаев по осложнениям трансфузионной терапии. Это сборные случаи из разных учреждений, они обезличены, но для примера, чтобы вы понимали, что, в принципе, большинство осложнений серьезных, они зависят от работы персонала. Пациент 75 лет получил трансфузию одной дозы ретроцитной взвеси для того, чтобы подготовиться к оперативному вмешательству, так как возраст и сопутствующая патология предписывала гемоглобин перед операцией держать выше 90. Она получила неполную дозу от донора третьей группы, хотя рецепиент был первый. Перелили немного, потому что проводила трансфузию опытная медсестра, которая обратила внимание на то, что пациент чувствует себя не очень уютно, и в итоге было перелито 80 мл иногруппной ретроцитов. Потом появились жалобы на озноб, подъем температуры, первая порция мочи после снятия инфузионной системы была цветоместных помоев. Закончилось все благополучно, вовремя сняли, вовремя перепроверили, в чем была причина. Доктор ориентировался на заключение из лаборатории. Там крупным штампом стояла первая положительная группа крови. А то, что более мелким шрифтом фамилия, идентификационные данные пациента были вклеены не в ту историю, на это внимание никто не обратил. И даже проводя пробы на плоскости перед трансфузией, доктор, зная, что печать стоит первая плюс, не обратил внимания, что есть агглютинация анти-Б, антителом. Просто на это внимание не обратил. Как решили такую проблему? Написали подробную инструкцию, как оформлять бланк. Сделали более крупным шрифтом и жирным шрифтом идентификационные данные пациента и обязали при проверке группы крови проверять фамилию вклееного бланка. Второй случай, когда пациент получил одногруппные эритроциты, всего две дозы, которые привели к острому гемотрансфузионному шоку на фоне внутрисосудистого гемолиза. Это была интероперационная трансфузия, плановая операция. Исход был очень быстрый, летальный. А причина была в том, что пациенту при плановом подтверждении группы крови не проводилось исследование на скрининг антител к эритроцитам. У нее были антитела иммунные и в тех дозах, которые ей перелили, она встретила эти антигены. Это организационная ошибка. Что тут можно сделать? Сейчас по закону предписано всех пациентов, которым определяется группа крови, еще и проверять, проводить скрининг на антитела. Третий случай. Трансфузия пациенту 78 лет с поражением печени после операционной кровопотери. Пациенты пытались восстановить гемостазиограмму. По дренажам подтекала кровь, сукровичное отделение отделяемое. И перелили две дозы плазмы, одногруппных. Однако на второй дозе у пациента появились признаки острого отека легких с благоприятным исходом после терапии в реанимации. Но причина была простая. Без должного наблюдения медицинским персоналом пациент был оставлен. Скорость трансфузии была выше предписанной ему по возрасту. Здесь, конечно, случай нам говорит еще раз о том, что нужно соблюдать все правила и инструкции по переливанию крови. И клинический случай 15-летней давности, случай в одном из больших городов, когда пациенту переливалось неоднократно иногруппные эритроциты и плазма на фоне продолжительной терапии. Пациент был второй группы принадлежности, а переливались ему компоненты четвертой группы. На десятой дозе эритроцитов у него развился гемотрансфузионный шок. Однако его спасло то, что плазма ему переливалась четвертой группы, универсальная, и ему регулярно проводились плазмоферезы для терапии его основного заболевания. И, в общем-то, все закончилось хорошо. Но причина была тоже банальна. Несовпадение первичного определения группы крови, подтверждающего исследование в лаборатории. Причем в этом случае ошиблась в лаборатории, они тот же там поставили. А врачи, которые в последующем ежесуточно менялись, видя, что пациенту до них переливалась четвертая группа, не задумываясь о том, что нужно бы перепроверить по инструкции, продолжали заказывать в кабинете трансфузионной терапии четвертую группу и переливать. В общем-то, этот вопрос тоже решается внимательным наблюдением и соблюдением всех правил. Наши пациенты, они требуют особенного внимания в плане диагностики и подготовки к специализированному лечению, потому что, попадая с анемией без предшествующего лечения, они подвергаются риску, который могут возникать при гемотрансфузиях. И гемотрансфузия сама по себе это опасный компонент лечения. Это несложные инструкции, совершенно процедура несложная, но требующая очень большого внимания к себе и соблюдения правил дисциплины. У меня на этом все. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи и поменьше переливать кровь. Спасибо. Спасибо.